В субботу в физкультурно-оздоровительном комплексе «Прикамьи» состоялись первые тренировки маленьких футболистов. Новые, оснащенные самым качественным и современным инвентарием, спортивный зал собрал ребят с 3 до 6 лет. Детская футбольная школа «Юниор» ведет набор детей с 3 лет. Мы работаем по уникальной методике, разработанной на основе методик, которые применяются в Европе, непосредственно это в Испании, в Германии. Эти методики адаптированы в России для детей, и по этим методикам мы ведем занятия. Сейчас многие родители жалуются на то, что у детей с ранних лет появляются вредные привычки, такие как привязанность к телефонам, планшетам. И наши занятия несут немного социальный характер. Мы приобщаем детей к спорту. Делаем так, чтобы они полюбили футбол, и чтобы им было интересно увлекаться футболом, а не какими-то другими вещами. Идея футбольной школы «Юниор» родилась в Томске. Там создали первую школу в 2013 году. И на данный момент уже за два года открылось более 80 школ в 60 городах России. Нефтекамск и Краснокамский район – одна школа. В данном возрасте, в возрасте с 3 до 6 лет, мы считаем, что это неправильно говорить, есть ли у ребенка способность к футболу или нет. Данный возраст, он дан для того, чтобы ребенок смог раскрыть свои потенциалы. У кого-то есть какие-то свои преимущества, у кого-то скорость, у кого-то координация, у кого-то мышление и видение. И наша школа как раз позволяет вот эти потенциалы на этом раннем возрасте их выявить и развить. На данный момент сейчас проходят пробные тренировки. У нас еще впереди несколько пробных тренировок. Это делается для того, чтобы дети пришли попробовали, родители посмотрели. То есть здесь есть немножко и психологический барьер, потому что детям в этом возрасте им иногда сложно адаптироваться, они бывают стеснительны. Поэтому пробные тренировки для этого и нужны. Создатели школы говорят, что именно в возрасте 3 лет стоит отдавать ребенка в спорт. Тренировки помогут развить координацию, умение владеть мячом, воспитать лидерские качества. Некоторые спортивные упражнения способствуют развитию мыслительного процесса, и это также учитывается в тренировках. У руководителей школы есть своя философия. Дети должны не только учиться играть в футбол, но и чувствовать себя счастливее после каждой тренировки. Наша программа тренировки заключается в том, чтобы приучить детей именно к спорту, чтобы они полюбили этот вид спорта, чтобы восстановить их координацию, улучшить всю систему. Заключается именно в том, что мы все это проводим в игровой форме, то есть любые действия. Нет нашей задачи такой, чтобы мы сделали из них профессионалами. Наша задача приучить их к самому главному спорту. То есть на первой тренировке мы ожидали, конечно, не такое количество людей, но пришло очень много. То есть я очень рад. Это говорит о том, что у нас нефтекамские на самом деле по футболу так соскучились, и хотят на самом деле, чтобы люди занимались, детишки их тоже. Поэтому юниор, по сути, вот эта школа, она сама питерская, то есть много филиалов по России. То есть и пришло время, и для нашего города. Поэтому я надеюсь, что и для будущего все будет отлично. Дети будут учиться играть в футбол в спортзале физкультурно-здравительного комплекса при Каме по четвергам в 18.30 и в воскресенье в 16.00. С уверенностью можно сказать, что юным любителям спорта открылась возможность заниматься футболом чуть ли не с рождения. Максимальное количество детей в группе – 8. Это позволяет тренеру уделить должное внимание каждому ученику. На одной площадке тренируется сразу несколько групп, которые формируются в зависимости от возраста детей. Сегодня, я думаю, произошло историческое событие. Вот профессионалы, с которыми я разговаривал в мире футбола, говорят, что действительно можно отнести это событие к историческому. Почему? Потому что никогда в городе Нефтекамске и в Березовке не было такого события, чтобы с 3-5 лет буквально детишек брали заниматься футболом. Я тоже сегодня привел своего сына на футбол, увидел в соцсетях информацию, как бы с удовольствием привел. Почему? Потому что тоже детям вот именно этого возраста мало уделяется внимания. И мне кажется, как раз, чтобы они здесь всю свою энергию могли применить. Они застаивались, когда у нас дети заняты спортом или любым другим нужным делом, поэтому они не будут думать о плохом. Поэтому мне понравилась сегодня. Тренировочка первая была, как бы, может быть, и блинкомом. Но я думаю, болею за то, чтобы как бы все это получилось у них. Потому что новое начинание, хорошее начинание, я его поддерживаю, и другие виды единоборств поддерживаю. Любой спорт должен быть востребован. И для детей, я думаю, что это будет очень полезно. Главное, чтобы это направление футбола развивалось, именно детское направление, и было востребовано. А мы с удовольствием будем поддерживать и вводить сюда своих детей. В России нет методики преподавания футбола малышам, поэтому тренеры школы активно сотрудничают с немецкими и испанскими экспертами. Вместе с Национальным университетом физической культуры Санкт-Петербурга была разработана программа обучения, которая учла все тонкости работы с юными спортсменами. Среди партнеров федеральной сети футбольные клубы «Локомотив», «Динамо», «Енисей», «Крылья Советов». С ними заключена договоренность о просмотре воспитанников юниора.